Джефф Безос самый богатый человек в мире, умеющий видеть будущее. Он предсказал успех электронной коммерции, роботизировал свои компании настолько, что даже открыл магазин без касс и объявил, что в этом году запустит в космос туристов. Все проекты Джеффа Безоса долгосрочные и, вероятно, всех их ждет успех. И все же он незаметен на фоне Илона Маска, словно второй Билл Гейтс на фоне Стива Джобса. Ставь сразу лайк и подписывайся на канал. В этом выпуске мы расскажем о главных технических достижениях основателя Амазон и о том, как ему удалось построить свою империю. Погнали! Амазон Амазон – главное детище Безоса, принесшее ему столько денег, что он может годами вкладывать миллионы в проекты своей мечты, не получая от них никакой прибыли. Сегодня Амазон не просто крупнейший ритейлер, но и одна из самых технологичных компаний в мире. На ее складах работают тысячи роботов, а заказы клиентам доставляют дроны и роботы-курьеры. Более того, чтобы не покупать роботов на стороне, Амазон приобрел компанию Canvas Technology, производящую складских роботов. Это при том, что в 2003 году уже была основана отдельная робототехническая компания Amazon Robotics, ставшая научно-исследовательским центром, единственной целью которого является повышение технологичности Амазон. Сегодня в Amazon Robotics более 100 тысяч роботизированных систем. Новаторское видение Безоса проявилось и в создании Amazon Go – магазинов без касс. Надо лишь зарегистрироваться в приложении, привязать к нему свою карту, пойти в магазин, выбрать там все необходимое и затем пойти домой. Стойки на выходе просканируют все товары, которые вы взяли, и автоматически спишутся деньги с вашего счета. А недавно Amazon подала заявку на выделение частот для более чем трех тысяч спутников, призванных обеспечить глобальный бесплатный интернет во всем мире. Проект Project Kuiper аналогичен таким же проектам OneWeb, SpaceX и других. Но с точки зрения Amazon он очень логичен. Чем больше людей в интернете, тем больше покупателей у компании. Я только не пойму, почему не могут объединиться Безос, Маск и Цукерберг, чтобы реализовать свои проекты мечты – обеспечить бесплатным интернетом всю нашу планету. Ведь вместе это будет сделать гораздо дешевле. Миллиарды долларов, заработанные на Amazon, позволили Джеффу Безосу заняться воплощением своей детской мечты о постоянном пребывании человека в космосе. Безос с детства мечтал сделать космос доступным для всех, и в 2000 году он основал Blue Origin. По мнению создателя Amazon, к мечтам о лунных базах и орбитальных поселениях нас приблизит запуск в космос обычных людей, а не астронавтов. Сегодня у компании есть два проекта. Первый – New Shepard. Космический корабль и одноступенчатая ракета-носитель многоразового использования как раз призван доставлять всех желающих немного дальше, чем граница космоса, которая начинается на высоте 100 километров над землей. New Shepard совершил 10 испытательных полетов, включая проверку поведения в аварийной ситуации. В этом году New Shepard должен обеспечить своим первым пассажирам 11 минут полета, включающего пребывание в невесомости. Туристы почувствуют легкость в теле и кошельке, примерно на 200 тысяч долларов. Стоит отметить, что ракета разработана Blue Origin с нуля, вплоть до управляемых плавников на хвосте. Ракета летит в космос вертикально вверх, а затем садится на землю вертикально вниз. Широкое кольцо на вершине первой ступени обеспечивает стабильность при посадке. Пассажирская капсула гораздо шире ракеты, что вызывает много шуток про ее внешний вид. Но Безоса это не смущает, как и в Amazon, ключевое правило Blue Origin – клиента-ориентированность. В капсуле у каждого из шести пассажиров будет не просто шикарное кресло и собственное панорамное окно, но и пространство для кульбитов в невесомости. Кстати, окна там самые большие из всех космических кораблей. Одиночные многослойные акриловые стекла обладают высотой более метра и шириной 60 сантиметров. Двигатель New Shepard тоже разработан с нуля и обеспечивает 50 тонн сил при запуске. Одним из реальных новшеств, созданных Blue Origin, стали гидростатические подшипники для ракетного двигателя. Во время космического полета обычные подшипники испытывают огромные перегрузки, из-за чего возникает избыточное трение. Но подшипники Blue Origin покрыты тонкой жидкой пленкой под высоким давлением, что снижает нагрузку. Еще одна гордость Безоса — новый сплав, называемый Каскадиум, и покрытие, получившее имя Рейнриум, дословно Дождиум. Второй проект New Glenn Двух- или трехступенчатая тяжелая ракета-носитель. Она пока находится в разработке, и ее цель — отправить Blue Origin на орбиту. Размеры ракеты почти достигают размеров Сатурн-5, которая вывела Аполло-11 в космос. New Glenn будет перевозить в два раза больше грузов, чем любая ракета, существующая сегодня, а также взлетать и садиться в почти любых погодных условиях, кроме урагана и цунами. Самое интересное, что инженеры Blue Origin ищут способы повторного использования второй ступени New Glenn, пока это не удалось никому в мире. Правда, использоваться она будет не для запуска, а, например, для построения жилых моделей или создания элементов инфраструктуры на околоземной орбите. Первый запуск New Glenn должен состояться в 2021 году. Для реализации проекта Blue Origin купила исторический объект NASA — испытательный полигон в Хансвилле, штат Алабама, где когда-то проходили испытания огромных двигателей ракеты Сатурн-5, а позже — космических челноков NASA. Интересно, что Blue Origin и SpaceX спорят о том, кто первый посадил обратно ракету. Фактически, New Shepard приземлилась после запуска раньше, чем первая ступень Falcon 9. Но это совершенно разные ракеты и совершенно разные технические задачи. Если New Shepard поднимался лишь в суборбитальное пространство, то первая ступень Falcon 9 выводила ракету на орбиту, а это совершенно другие высоты и скорости возвращения. Тем более, что с возвращением макетов ракеты из суборбитального пространства SpaceX экспериментировала за несколько лет до Blue Origin. Наглядную разницу между суборбитальным и орбитальным полетом вы видите сейчас на экране. И все же, совсем скоро, Безос запустит New Shepard с пассажирами в космос. В стильных комбинезонах, напоминающих дизайны из звездного пути, они будут садиться в удобную капсулу и совершать прыжок за атмосферу, чтобы посмотреть на родную планету через панорамные окна и ощутить невесомость. Амбиции Джеффа Безоса не позволили ему остаться в стороне и от новой лунной гонки. И теперь Blue Origin планирует свой проект лунного посадочного модуля Blue Moon. Он позволит доставлять на поверхность нашего спутника до 4,5 тонн нагрузки. Пока что миссия планируется к 2023 году, но как получится, узнаем совсем скоро. Тем не менее, по большинству показателей, Blue Origin отстает от SpaceX, отправившей на орбиту десятки спутников и успешно доставляющей грузы на МКС. Но Безос отмечает, что темпы развития Blue Origin – это определяющая особенность компании, а не медлительность. Талисманом компании является черепаха, а девизом – фраза «Gradatim ferociter», что в переводе с латыни означает «отважно, шаг за шагом». Джефф Безос считает выход человечества в космос единственно возможным вариантом. Он математически в этом уверен. «И он готов начать работу задолго до того, как мы исчерпаем доступные ресурсы и столкнемся с катастрофой. Я просто строю инфраструктуру, и она будет готова к тому времени, как люди осознают ее необходимость», – говорит он. Ставь лайк этому видео, делись им в соцсетях, подписывайся на канал и пиши в комментариях, хотел бы ты отправиться в космос на ракете Джеффа Безоса. Субтитры создавал DimaTorzok